Утро под серебряным дождем За то, чтобы покопать, я думаю, есть соответственность Там и лицензия нужна соответствующая Вот об этом обо всем Плюс 7903, 7976, 3333 Таковы координаты этой студии Но прежде, кстати говоря, тоже в каком-то смысле Имеет отношение к палеонтологии Мы напомним о нашем конкурсе Точнее не конкурсе, а проекте, как я провел лето Присылайте нам в олдскульном стиле Открытки с мест вашего пребывания Этим летом Мы их рассмотрим прямо на наш почтовый адрес Если вы его не знаете Найдете на сайте радиостанции «Серебряный дождь» Ну вот, где вы отдыхаете и телевизор Самые забавные открытки мы, естественно, отметим Расскажем и даже покажем Да, вдруг вы в каком-то палеонтологическом музее Побываете и пришлете нам открытку с динозавром Вот это будет круто Согласен Ярослав, какие наиболее яркие последние открытия в палеонтологии Лично вы бы выделили? Ну, я не могу сказать, что я прям все открытия Палеонтологические знаю Возможно, что я даже что-то пропустил Но из того, что я слышал На мой взгляд, конечно же, в первую очередь Стоит обратить внимание на то, что связано С нашей страной Например, только в прошлом месяце У нас новые динозавры описали Из Кемеровской области Да Да, вот я думаю, что для уважаемых слушателей стоит отметить Что у нас, в принципе, на территории страны Можно находить динозавров И уже много видов Ну, может быть, не очень много Наверное, с... Десяточек наберется С территории нашей страны И одно из таких самых интересных мест Это Кемеровская область Местонахождение называется Шаррыпова Там нашли шикарные скелеты пситокозавров Такие маленькие динозавры Похожие на попугаев Чем-то По крайней мере, своей мордой По своему образу жизни Они были скорее Как такие небольшие поросята Вот даже считается Что они И помимо растений Может быть, что-то из мясной кушали Ну и, по крайней мере, там В грязи в какой-то Купаться И замечательные картинки Нашего паро-художника И они как раз изображены Такие довольно счастливые Посреди лужи Помимо этого Там находили Огромных длинношей их ящеров Назвали их Сибиро-Титаны И вот теперь Нашли еще и хищника Нашли лапу Какого-то неизвестного Хищного динозавра И детальные ее исследования Показали, что лапа Была очень хорошо бегающего динозавра И в итоге назвали его Бегун с реки Кия Длинноногий Вот так вот Ну а если переводить Соответственно С русского на научный Получается Кия-Курзор Сложно сказать Из таких вот известных динозавров Кому он ближе всего Но пожалуй Если кто-то слышал Про цератозавра Это такой древний Юрский динозавр С рожками Вот он Его дальний-дальний родственник Вообще Это была такая Очень древняя Очень примитивная Группа динозавров И неожиданным образом Оказалось, что именно У нас на территории Сибири Они доживали свой век То есть предыдущую находку Которую таких же динозавров Примерно находили Она была где-то на 40 миллионов лет Моложе То есть получается В Сибири Вот такое убежище для динозавров Нас статью поправляет Говорят, что это все-таки Около поселка Шестаково В Кемеровской области Шестаково А, я сказал Шарыпово А, Шарыпово Да, это не Кемеровская Слушайте, это вот как раз Я сейчас нашел просто эту новость Да-да-да Это как раз я нашел Это там, где они камни глотали И по камням сейчас еще пытаются Установить, откуда они пришли Поскольку таких камней В этом регионе не обнаружилось Но их обнаружили в желудках Этих как раз-таки Пситакозавров Сибирских Которых нашли там Да, это еще одна история Тоже там же В Шестаково нашли еще И получается эти камни И, ну, в общем-то Вы все рассказали Да, действительно пытаются понять По камням Куда и какие у них были маршруты Вообще Как это сегодня прям Ну не сегодня, в этом году Прям какой-то год Пситакозавров Еще Тоже, по-моему, в прошлом месяце Только проанализировали Уже, правда, в Китае Кожу пситакозавра Там есть такие замечательные Окаменевшие мумии Этих динозавров Такое тоже бывает И, ну, правда Супер каких-то неожиданностей Тут не было Казалось, что кожа похожа на Кожу рептилии Но, по крайней мере Мы теперь это знаем Я слышал еще Что обнаружили Доказательства того Что все-таки Птицы Произошли от динозавров Потому что По окаменелостям Установили Что есть у них кусочки Которые Напоминают Вот крылья По крайней мере У многих Верно ли это, Ярослав? Ой, ну В общем-то Это давно уже Установленный факт Большому счету Сейчас каждый раз Только лишние Лишние какие-то Доказательства Появляются Но, в общем-то У ни у кого Особых сомнений уже нет Что птицы Произошли от динозавров И каждый год Какие-то новые находки Обнаруживают То какие-то перья То какие-то фрагменты Крыльев Вот Честно говоря Не знаю конкретно Какой Здесь идет речь Статья Может быть Я ее кто-то упустил Но вот Например Из того Что я недавно Слушал Это у Знаменитых Вот этих Велоцирапторов Велоцирапторов И нодихов И прочих Которые там В фильмах В играх Все время показывают У них Например Нашли Кусочек Перепонки Который Есть у птиц У птиц Не только Собственно Есть крылышки Они такие длинные У них еще есть Перепоночка Между плечом И локтем Сверху Такая называется Пропатагий И оказалось Что у ацирапторов Тоже такая была То есть И у них вообще Были полноценные Вполне себе крылышки Ну и кстати говоря Вот если уж говорить О птичьих новостях Недавно еще нашли Например Самую древнюю Беззубую птицу Если до этого Считалось Что птицы Потеряли зубы Где-то 70 миллионов Лет назад А до этого Все еще зубастые Летали такие Динозаврообразные А сейчас Нашли в Китае Птицу беззубую Возрастом Аж 120 миллионов лет Оказалось Что уже Во времена Всяких спинозавров Вполне себе Беззубые Клювастые птицы Летали Клювом и щелкали Но только ли Динозаврами Сейчас увлечена Палеонтеология Позвольте Спросите разлом Да нет конечно Но даже кстати Опять же так сказать Продолжая путешествие По нашей необъятной родине Можно отметить Что тоже буквально В прошлом месяце Было очередное сообщение О очередном Ихтиозавре Из полужья В принципе Опять же Поволжье Это место Где огромное количество Находок Вот вы там Еще заявили То что Я расскажу Где можно Чего посмотреть Вот например В Поволжье Есть замечательный Совершенно Ульяновский Палеонтологический музей Где можно увидеть Огромное количество Находок Всевозможных Морских рептирий Там есть такие Реконструкции Этих длинношей Тех самых Которых часто Называют Плакнец Такими чудовищами Предполагается Что где-то там До сих пор живут Якобы Вот И всевозможных Таких Дельфинообразных Иктиозавров И прочих И прочих И соответственно Не зря там Музей находится Потому что Попово уже Очень много Находок И из мелового Периода Когда уже Более поздние Животные жили Из юрского Периода Где-то Находки На 50 миллионов лет Пораньше И везде Находят Морских рептирий И вот как раз Чем замечательна Последняя находка Которую только-только сделали Тем что Во-первых Она относительно целая Все-таки Обычно Находят только Парочку костей А тут прям Почти что целый скелет А кроме того Она именно Из юрских Отложений Чаще все-таки Находят меловых Так что И морских Продолжаем копать А юрских Более ценное Для исследователей Правильно я понимаю? Все зависит От конкретного места То есть Если у нас Где-то Находок Много юрских Но там они Соответственно Меньше ценятся А когда они редки Тогда это хорошо Все зависит От того Что на данной территории Лучше сохранилось Но так уж получилось Что Именно По Болжью Там все-таки Больше меловых Находок Обнаруживают Целых таких Морских рептилий Юрские попадаются Пореже А так В принципе Всякие находки Юрского периода Много где у нас На территории России Можно сделать Вот даже Собственно говоря Москва Стоит на породах Юрского периода Долгое время Пока Не закрыли Берега Москвы реки Можно было Буквально в столице Ходить по берегу Москвы речки И собирать Каких-нибудь Юрских аммонитов Или даже Фрагменты Морских рептилий Вот например В Дарвиновском музее Хранится Самые полные скелеты Подмосковных Ихтиозавр Как раз И плезиозавра Ну Конечно Это условно Полные От одного Ласт Позвоночник И кусочек морды От другого Вообще только шея И кусочек ласт Но все равно Вполне пока нету А как принимается Решение Начать Работать В том или ином Регионе Мы исходим Из данных Что вот в этом Регионе Как вы сказали Мы можем Вот это найти А вот если мы Хотим что-то новое Тогда нам лучше Вот покопать Где-нибудь По севернее Или наоборот По южнее Началу раскопок Предшествует Какая-либо Такая вот Аналитическая Или может быть Исследовательская Работа Ну конечно Как и в любом деле Прежде чем Чего-то начать И быстрее Куда-то бежать Надо все-таки Немножко подумать И как-то Распланировать Тем более что Подготовка экспедиции Это все-таки Время Такой Это все-таки Процесс Такой довольно-таки Энергозатратный И просто так Мотаться Без цели Это довольно-таки Странно Ну во-первых Можно посмотреть На предыдущие Какие-то находки Сейчас уже Влаго Геологи прошли По всей Наверное земле И везде Что-то покопали И какие-то Статьи написали Что здесь Они нашли то Там нашли сё И периодически Геологи Что-то находят Именно Интересующее Палеонтологов И это отмечают И у палеонтологов Есть даже такое Можно сказать Как свое Поверье Своя Примета Что если Геолог нашел Какую-нибудь Одну кость То значит Палеонтолог Там найдет Просто великое Какое-то Местонахождение Потому что Геолог там Ходет мимоходом Просто там Что-то посмотрел Еще что-то Если буквально Там кости На поверхности Валяются Ну значит Наверное Там их полно Если закопаться Поглубже Потом есть Опять же Геологические Карты Которые Геологи подготовили Это что такое Это значит Когда На карту На карте Отмечают Места выхода Древних пород Вот иногда Кажется Что-то древнее Оно прям так Глоку под землей И там надо Чтобы дорыться До слоев С динозаврами Но как раз таки Так чаще всего Никто не делает Породы древние Вполне могут Выйти на поверхность Ну Либо Когда человек Сам что-то Начинает копать Даже с другой целью Карьеру Выкопали Потому что Подмосковье И докопались До пород Каменноугольного Периода И там Теперь можно Периодически Палеонтологом Приезжать Что-нибудь собирать Особенно Если это карьер Какой-нибудь Заброшенный И там Никто не работает Если работает Конечно Договариваться Допустим Может быть Естественный выход И горы Могут Обнажить Какие-то Более древние Породы И буквально Поднять на поверхность Ну и допустим Реки Или там Овраги Могут Вгрызться В породу И там Тоже будут Видны Древние Какие-то Толщи И Геологи Это все Подмечают Отмечают На карте И соответственно На карте Получается Можно Сразу Увидеть Где Какие Породы Стоит Поискать Ну допустим Так мы знаем Что там В Москве В той же Можно Ну Подмосковье Можно поискать Породы Каменноугольного Периода Это Под 300 Миллионов Лет Можно поискать Юрского Периода Это где-то 160 Миллионов Лет И Мелового Больше Ничего Особо Искать Бессмыслно Больше Ничего На поверхность Не выходит Около Питера Допустим Там Пожалуйста Можно Там Очень Древние Породы Кимбрийского Периода Которым Больше Смотришь Какая Те интересует Именно толще Какой возраст Дальше Смотришь Где там Какие реки Особо Глубоко Вгрызаются Где породы Могут Выходить На поверхность И туда Едешь Если Нужно Какое-нибудь Новое место Которое Даже Геологи Не отмечали В своих Источниках Ну Это просто Едут В те места Которые уже Давно Известные Которые Каждый год Ездили И просто Собирают Материалы Дополнительные Шикарные Такие Палеонтологические Сокровищницы Которые Каждый год Палеонтологов Новыми Материалами Подкармливают А самый Древний Слой До которого Мы докапывались Сколько лет Ну просто Так и Подвылось Интересно Во всем мире Самый Древний Ярослав Миллиард Лет Ну смотрите Вообще Земле Нашей Примерно Четыре с Половиной Миллиарда Лет Но Беда В том Что На ранних Этапах Земля Очень здорово Переплавлялась Постоянно И в общем До самых Древних Пород Обнаружить На планете Нашей Неудовольствием Случают Это в основном По объектам Из космоса По каким-то Метеоритам С Марса Еще по Каким-нибудь Этим Литающим Тоже Кусочкам От древних Планет Земалей Из которых Раньше Планеты Собственно Собирались И вот так Пределяют Возраст А на Земле Если я ничего Не путаю Если ничего Нового Не нашли По-моему Самое древнее Что нашли Это 4 миллиарда 200 миллионов лет Но это буквально Там какие-то Отдельные Минералы Такого возраста Определили Так вот Чтобы прям Порода-порода Чтобы прям Слои были Это где-то Получается Порядка 3 миллиардов 900 миллионов лет Вот где-то так И уже В этих породах В принципе Можно встретить Не только Древнюю Застывшую лаву Но и даже Какие-то Остатки Древних морей И больше того Собственно говоря Какие-то частицы Органики Органические Тоже встречаются В породах Там внутри 3 миллиарда 800 миллионов лет Точно совершенно И даже По-моему Уже И по-древней То есть мы уже Точно установили Когда Простите То есть мы точно Ярослав установили Когда появилась Жизнь на земле Мы точно уже знаем Ну точно нет Точно мы не знаем Но у нас есть Ряд доказательств То есть смотрите У нас Для того чтобы Подтверждать Прям 100% Это надо По-хорошему Переместиться И посмотреть Говорят А вот вы докажите Например Что человек Произошел От древнего Примата Вот говорят Ну вот есть у нас Там кости Есть у нас Сходство Есть то Нет Вот докажите Возьмите Безьяну Человек превратить Вот такого Не получается Приходится Как детектив По каким-то Уликам Собирать Поэтому Ну конечно же Рядом никто Не стоял Свечку Не держал Поэтому Приходится Тут как-то Догадываться По каким-то Уликам Но Улик Набирается Довольно-таки Много Есть и отпечатки Допустим Каких-то Бактерий Под 3,5 миллиарда лет И даже сейчас Постарше Находят Есть какие-то Свидетельства Переработанных Пород бактериями Уже по 3 миллиарда 800 миллионов лет Есть какие-то Молекулы Которые могли сделать Только Собственно Могли сделать Только жизнь Возрастом Около 3 миллиардов 900 миллионов лет А может быть Даже постарше Там уже с зонтировками Проблема Там уже плюс-минус 200 миллионов лет И есть там Допустим Генетики Там копали-копали Пытались выяснить Когда появился Общий предок Всех-всех-всех И получилась цифра Где-то 4 миллиарда лет То есть В общем-то По современным данным 4 миллиарда лет Это такая Вполне себе Оправданная цифра Для появления жизни Спасибо Ярослав Давайте сейчас прервемся У нас бизнес-новости Под серебряным дождем И вернемся Через несколько минут Плюс 7903 7976 333 Таковы координаты Этой студии Это утро Под серебряным дождем И в гостях у нас Ярослав Попов Напомню Палеонтолог Популяризатор науки И научный консультант 3D-денопедии Сейчас вот В рамках этого перерыва Мы заверем Очень интересный разговор Получается Я посмотрел Сознать глупый вопрос Мы уже доказали Что жизнь зародилась Все-таки на земле Как таковой И в воде Либо мы можем предположить Что она была Привнесена на землю Извне Уж коли мы предполагаем Что земля сначала Имела газообразное состояние Потом вся начала Так сказать Собираться Как вот эти пазлыки Ну я конечно безусловно Утрирую То вот с этой частицей Газообразной Не попало ли У нас Как раз таки Вот этот образец жизни Первые самые клетки И Ярослав заметил Что бывает такое Что сейчас Палеонтологи Начинают работать Вместе с теми Кто изучает Космические миры И В связке Эта теория Имеет право На существование Получается Ну смотрите В принципе У нас сейчас Есть Самые разные данные И о том Что жизнь Теоретически могла Зародиться на земле И о том Что жизнь Теоретически могла Зародиться Где-то вне земли Есть две Большие концепции Одна из них Концепция Биохимической Эволюции жизни А вторая Абиогенеза Так называемая А вторая Это концепция Панцепермии То что что-то Прилетела извне И в общем-то Периодически Находятся доказательства И для одной И для другой Гипотезы Многие Ученые говорят Что панцепермии Это вообще не серьезно Потому что Ну какая разница Если мы говорим о том Что жизнь прилетела Откуда-то из космоса Это все равно Остается вопрос А как же появилась жизнь Только мы этот процесс Переносим в космос Нам вот интересно Собственно понять Как неживое Живым стало Но Понятное дело Что в целом Все равно это важный момент Есть ли где-то Допустим Еще какие-то Вот такие условно Говорят зерна жизни Какие-то протомолекулы И осели ли они куда-нибудь И отняли мы во вселенной Это всегда Нам весьма любопытно Что касается же Палеонтологов Тут связка такая Начиная где-то Наверное Годов с 90-х Активнейшим образом Развивается Так называемая Бактериальная палеонтология То есть Мы находим Отпечатки Молекул Ну не молекул Получается этих Бактерий Ну они Действительно Такая оговорка По Фрейду Они практически Размером с молекулой Это вот только там Под электронным микроскопом Очень большим увеличением Можно разглядеть И Когда стали исследовать Некоторые метеориты Наши стали находить Очень похожие структуры Как будто бы Окаменевшие бактерии И в связи с этим Некоторые палеонтологи Вот буквально ушли В такое изучение Астробиологии И исследуют Самые разные метеориты Которые там Поймали непосредственно В космосе Или которые уже упали Или что-то там Внутри них Обнаруживают И сравнивают это С известными бактериями На Земле Окаменевшими И предполагают Может это быть бактерией Или же это просто Какой-то минерал Вот такую форму странную Приобрел Но чаще всего К сожалению Великому Такие статьи Заканчиваются тем Что ответа Однозначного нет Требуется дополнительное исследование Это всегда очень приятно Потому что Это значит Могут дать новый грант Но с другой стороны К сожалению Ответы это пока Не дают Потому что Это все действительно На уровне Между органической И неорганической И жизнью И уже Отличить их бывает Очень сложно Ярослав А как Кстати Вот с грантами И вообще С поддержкой Так скажем Государства Обстоит Сейчас дела У палеонтологии Любят вообще Палеонтологов Сейчас в государстве Или как-то Подзабыли про них Ну Что касается Грантов Здесь Ситуация Довольно-таки Такая Сложная Потому что Гранты Есть государственные Есть негосударственные Вот Собственно говоря Раньше было еще Очень много грантов Каких-то иностранных Но сейчас Их стало поменьше Есть гранты Наши Но частные Есть гранты Государственные Но по-моему Частных сейчас тоже Как-то Не особо много В основном все-таки Государственные остались Гранты есть Поддерживать государство Поддерживает конечно Но Понятное дело Что Всегда хочется Чтобы поддержки Было побольше Чтобы исследований Можно было проводить Побольше Ну вот Все время Такая получается Некоторая борьба То что Ученые пытаются доказать Что им Очень-очень надо Что-нибудь изучить Вот Государство Доказывает Что в общем-то И так И так вам хорошо И так сойдет Уже изучите что-нибудь Там вот Делайте открытие А потом Новый грант Вам дадим Ну вот так Потихонечку Взаимодействуют Но в принципе Периодически Что-то получается Периодически Что-то не получается Ну вот допустим У меня там Научный руководитель Там то На гранты подает И грант получает Сразу там Несколько экспедиций Едет Что-то такое делает То грант Далеко В Китае Какое-то количество Молодых людей Ну единственное Что допустим Вот я не могу Сказать Прямо как Конкретно сейчас Потому что сейчас Я в МГУ не работаю Но я знаю Вот скажем так Вот до того момента Как я обучался Что было Вот обсуждал Там Иснял И что было Когда я обучался Вот в советское время Там допустим На кафедре палеонтологии Могли быть 20-25 человек А вот когда я Соответственно Обучался Было где-то 5 человек То есть конечно же Поток Сильно сокращается Но постоянно Все равно Какие-то новые люди Появляются Вот На каких-то там Конференциях ездишь Можешь новые лица Есть Ну так что Живет палеонтология В России Развивается И больше того Что приятно Теперь уже Не только Москва Стала таким Полным центром Палеонтологии В России Есть все-таки И другие Какие-то Институты Где очень даже Неплохо обучаются Будущие палеонтологи Вот например Сейчас Томский Государственный университет Очень такой становится Можно сказать Местом сосредоточения Палеонтологов Вот на Дальнем Востоке Не на Дальнем Востоке В Амурской области Прошу прощения Там сейчас тоже Очень так Палеонтология развивается А это связано с тем Что там больше Местонахождение И сейчас Вот каких-то Артефактов Да-да-да Конечно То есть как бы Ну Москва Это понятно Почему здесь У нас Много Всего И в том числе Палеонтологии Питер тоже По той же самой причине Тоже из Такой Вторая столица Тоже Институты Я конкретно В том числе Развечивает Развечивает И быстренько Так прошел аппарат И все И тут же Картиночка Красивая 3D появилась Но на самом деле Это не так Это просто Делается большое Большое количество Снимков И потом На этих снимках Надо понять Где кость А где не кость И До недавнего времени Компьютер Это делает не мог И поэтому На каждом снимке Буквально пальчиками Палеонтологии Обводили Края кости И потом Когда уже там Несколько тысяч Снимков Вот так вот Обработаешь Уже собирается Это все В 3D картинку Потому что Компьютер Как-то справляется И вот эти рисуночки Все объединяет В 3D объект Очень классные Результаты получаются Можно не разрушать Окаменелости Заглядывать внутрь И изучать Буквально Полость мозга Сосуды Какие-то Еще что-то Интересное Но это все Конечно долго Получается А теперь Обучили компьютер Чтобы он Научился Разрешать Чтобы не пришлось Ручками делать Чтобы компьютер Это все делал Нейросеточка Это все делал Вот кстати Вы говорите Про то что Не разрушать Окаменелости Еще что-то Я как раз Хотела спросить А как у вас Обстоят дела С такими Черными копателями С людьми Которые Не знаю Как-то Несанкционированно Приходят Откапывают Какие-то Кости Еще что-то Есть ли вообще Такие люди И что делать Например Обычному человеку Который неожиданно Не знаю Гуляя где-то По берегу Озера Вдруг Обнаруживает Какую-то Кость Ну Смотрите Давайте начнем Сражды С обычного Человека Вообще Есть у нас Такой Закон о недрах Согласно Этому закону О недрах Все что находится В недрах Является Собственностью Государства И в данной ситуации Это не важно Это относится к нефти Или же К аммониту Которая лежит Государства Для того Чтобы Эту собственность Как-то вот Добывать Или изучать Нужно получать Лицензию То есть Как право Государства Что-то вот такое Выкапывать Неважно Мамонты Или ракушку Поэтому Понятное дело Что те Кто этим Профессионально Занимаются А также Всевозможные Институты И так далее Получают Собственно Эту самую Лицензию Что же Касается Каких-то Частных Копателей Ну Во-первых Есть Такой Интересный Нюанс В недрах А находится Вне недр Оно Получается Уже Вроде Как бы Ничейное То есть Условно Говоря Если ракушка Находится В слое То Выкапывать Ее нельзя А если Ракушка Уже Выкатилась Из слоя И валяется Под ногами То в общем-то Забрать ее Можно Тут конечно Тоже Есть нюансы То есть Если это Супер Какая-то Ценная Раковина Могут Возникнуть Вопросы Особенно Возникнут Они Если попытаться Продать А если Это Просто Аммонит Которых Сотни Ты положишь У себя На камин Ну в общем-то Я думаю Ни у кого Никих вопросов Не возникнет Никому Этих Аммонит Не жалко Поэтому Ну конечно же Есть у нас Такая-то Любительская Палеонтология Кто-то Где-то Ездит Кто-то Где-то Что-то Собирает Кто-то Где-то Находит Какие-то Ракушки И Больше того Что любопытно Есть у нас Еще Допустим Такая Сейчас Практика Когда Исследователи Приглашают Волонтеров И они Как бы Можешь сказать Получается Делятся своей Лицензией И разрешают Тоже Покопать И даже Есть какие-то Супер Неценные Вещи Они Это Сразу Замечают Что это Ерунда Которая Очень много Музеям Не нужна Можно Это Будет Даже Себе Забрать А Если Что-то Ценное Ну Значит Просто Поучаствовал В раскопках Сам Чего-то Откопал Может быть Даже Новый Динозавр Честь Тебя Его Назовут Но По крайней мере Отправится Сразу К ученым И Ничего Ценного От Науки Не пропадет Куда-то Там В непонятных Кладовках Какого-нибудь Условного Там Не знаю Деда Васи Ну И В принципе Так По-любому Такая частная Палеонтология Существует Люди Интересуются Люди Копают Некоторые Палеонтологи Прямо Яростно С этим Борются Говорят Что это Катастрофа Надо Срочно Прямо Всех Запретить У всех Отобрать Но Есть Палеонтологи Которые Более гибко К этому Подходят Вот я Честно говоря Тоже за такой Более гибкий Подход Они Наоборот Пытаются Взаимодействовать С этими Людьми И Получается Такая Интересная Коллаборация Дело в том Что По-любому Сколько бы Сейчас Не было Молодежи Среди Палеонтологов Все Везде Не раскопаешь Больше того В некоторых Случаах Буквально Каждый Год Что-то Оттаивает Допустим Даже Не про Вечную Мерзлоту Хотя Там Тоже Оттаивает Но Просто Буквально Снег Сошел И Берег Речки Обвалился Вместе С этим Берегом Речки Обвалились Какие-нибудь Окаменелости Которые За этой Речки Торчали Они Какое-то Время На поверхности Поповутались После чего Высохли Растрескались Или же Их там Не знаю Речкой Смыло И Собственно Они На себя Пропали И В таком Случае Понятное Дело Палеонтологи Везде По всем Речкам Сразу Не пройдут А местные Жители Пройдут И Есть Шанс Что В итоге Не пропадут Какие-то Окаменелости Окажутся У кого-то Поэтому Есть Резон Взаимодействовать С местными Дереть Просвещать Во-первых Рассказывают Что есть Что-то Такое Хорошее Полезное Ценно И Например Если Ты нашел Кость Мамонта То Можно Ее Не знаю Хотя бы Положить На камин А еще Лучше В музей Показать Вдруг Она Ценная Если Музей Скажешь Что это Ерунда Оставь себе Тогда Можно Положить На камин Не делать Как Некоторые Бабули Сразу Радуются Эту Кость Перетирают Порошок Палеонтологи Взаимодействуют С такими Копателями И Консультируют Их Копателям Это очень нравится Когда Им рассказывают Что это такое Они раскопали И Когда Это жило Как это называется И где Про это Можно Почитать Они Очень довольны И по этой причине Их Как бы Это Стимулирует Еще больше Все это Выкладывать Со всеми Консультироваться И если Вдруг Среди Этого Чего-то Палеонтологи Замечают Какой-то Новый Вид Что-то Писать в статье А может быть Даже его Как говорится Передать Науке Потому что Он действительно Очень ценный И обычно Опять же Как говорил Старый мультик Ребята Давайте жить Дружно Это гораздо лучше Время поджимает Ярослав Попов Был в эфире Серебряного дождя Палеонтолог Популизатор науки Научный консультант Т3Д Ярослав Спасибо вам большое И хорошего вам Спасибо огромное Спасибо вам До свидания